а здрасте всем приветули друзья и у нас тут продолжается сети skyline начнем вообще знаете чего мы переименуем наш город и в комментариях предложили название как тебе переименовать падла предложили название чип манквиль вот так вот он будет называться чип манквили по-русски да мы все-таки русские ребята соответственно чип манк это бурундук если кто не знает а так как у нас сообщество пьяные бурундучки последнее время преобладает везде где только можно то соответственно наш город будет называться именно так мне это название понравилось в общем то на самом деле первая серия еще не вышла на сегодняшний день в свет ее только спонсоры смогли посмотреть и может быть там были в комментариях какие-то другие названия я ребята их обязательно прочитаю читаю все комментарии и если там будет что-то классное то у нас есть район grove heights который мы обзовем как-нибудь по-другому вот а сейчас давайте тогда продолжим заниматься нашим городе чикой и дальше как-то все это дело размечать у нас есть потребность жилых зонах поэтому я предлагаю продлить точнее не в жилых а в промышленных зонах хотя и в жилых тоже есть потребность но промышленно какая-то она очень большая поэтому я предлагаю продлить вот эту вот промышленную зону аж вот досюда и соответственно вот здесь тоже продлить аж до сюда и продлить вот это вот тоже аж до сюда соответственно все это дело так вот посоединять сделать здесь вот такую вот перемычку еще можно кстати тропиночки тоже сделать почему бы и нет я кстати нашел где они находятся до поэтому здесь промышленная зона можно даже такие вот дорожки из гравия делать не очень хочется конечно здесь что-то ломать ну ладно давайте посередине чтобы было по фэн-шую и как-то я прям вообще по косары лома ее сделал сносим на хрен ничего страшного бывает вот так вот раз и соответственно вот так вот два вроде ровно да и такую же перемычку мы сделаем вот с этой стороны прямо так вот заранее я думаю вполне нормально будет да ну и соответственно проверяем чего у нас тут по воде воду надо продлевать и с этой стороны мы тоже ее продлеваем могут тянуть соответственно заселяем промышленностью оставшиеся вот это вот все дело пускай пускай она растет растить расти мой город расти то о чем температура в фаренгейтах какой дебил мне поставил фаренгейт я не понимаю что с настройками в этой игре не не помню в первой серии было фаренгейтах или нет но и неважно короче здесь у нас все растет и я предлагаю пока там все растет и у нас снижается потребность немножко развить вот этот район она здесь уже размечен как район именно но давайте сделаем какие-то дороги и вообще может быть имеет смысл здесь центральную дорогу вот эту сделать широкой широкий проспект какой-то правда у нас здесь здания стоят которые не позволят ее улучшить если вот улучшение дороги да здесь вот она не сработает здесь она не сработает в принципе эти здания можно временно попереносить давайте мы так и сделаем вот так вот вот это вот пожарку вот сюда поликлинику вот сюда что у нас здесь еще из такого стратегически важного стоит школа только до школа вот сюда вот временно сейчас мы все вернем обратно мы сейчас улучшим эту дорогу нет это не улучшается что у нас здесь а у нас еще полицейский участок понятно сейчас она должна получаться некоторое здание конечно простите но придется снести и возвращаем все обратно на свои места соответственно пожарка у нас стояла вот здесь я точно помню начальная школа она стояла по центру соответственно полицейский участок был напротив школы чтобы детишечки боялись и не высовывались и не занимались херней а поликлиника будет стоять здесь если все было до этого не так я что-то попутал то уж простите соответственно здесь у нас все осталось по старому в общем то можно запускать игру дальше отлично все работает чипер заткнись ты мне не интересен а мы тогда продлеваем вот эту дорогу дальше можно аж вот досюда наверное продлить и соответственно построить еще несколько кварталов вот что надо давайте сделаем вот так вот вот досюда и будем пока вот эту сторону размечать пляжик попозже вот так вот раз два три 4 5 вроде все нормально вроде все правильно это есть даже здесь попал а вот здесь можно даже сделать закруглением нет некрасиво получается надо закругление делать вот такое вот вот досюда а здесь прямую дорогу дальше до в принципе если не сносить или давайте дорогу пустим вот так вот по пляжу не хочу чтобы на пляже что-то строилась на самом деле можно даже кривую дорогу провести попробовать как-то вот те год и вот те год и вот те год и и вот так вот и у нас метеорит но твою ж мать а надеюсь нормально он падает не совсем на наш город ну короче здесь у нас будет сраный кратер все нормально пережили первую катастрофу нас кратер появился ладно сейчас мы его посмотрим давайте дорогу достроим она будет вот так вот идти потом вот так вот и закругляться вот сюда а здесь соответственно будет вот такая вот прямая дорожка вроде как нормально граница района и и граница еще неплохо устроим здесь коммерцию какую-нибудь по бокам здесь так вот тоже это все можно дело продлить с посоединять чтобы все было по красоте а здесь можно кстати ничего не делать здесь так плотная надо застройка будет теперь смотрим что по воде так по электричеству кстати по электричеству у нас уже скоро просадки пойдут надо будет ставить еще одно электростанцию от этого никуда не денешься воду продлеваем у нас недостаточно денег нихрена себе вот это внезапное дерьмо конечно ладно мы это мы сможем с этим жить сейчас они будут копиться копиться и собираться давайте денежки собирайтесь быстрее я конечно может быть где-то что-то лишнее трачу и может быть разметка где-то неправильная но ничего с этим не поделаешь я такой вот готова нужно еще две трубы давай дружище я в тебя верю об есть и последнюю трубу наверное вот так вот лучше все проводить или можно вот так вот да вот так вы будет явно дешевле хотя вот здесь вот осталось пупучка знаете ли она может потом занять что нет воды поэтому мы лучше это все дело перекроем и вот этого тоже дело перекроем так что у всех есть водичка отлично и разумеется так как у нас пошла потребность жилых зонах заселяем два квартала вот так вот есть потребность коммерции собственно можно эти магазинчики тоже тут как-то немножко это все дело продлить и давайте ладно пойдем пока по берегу черт я забыл про тротуары ладно так что у нас тут с кратером с кратером в принципе ничего особо страшного нету что у нас там по жителям когда нам а нам клетку дадут я просто хочу чтобы нам еще денег дали 2 200 у нас будет развивающийся городок просто нам сейчас энергия она заканчивается чтобы построить еще одну электростанцию надо 19000 у нас нету 19000 а если мы будем расширять город чтобы было больше налогов у нас соответственно вырастет и энергопотребление как ни странно есть еще вариант конечно кстати надо повысить налоги до 12 процентов я не знаю почему но при 12 процентов они не будут кукарекать что слишком большие налог они будут большие х но я имел ввиду бюджет можно немножко вот так вот повысить 150 процентов и производство энергии стало 50 мегаватт на данный момент этого должно хватать сейчас должны будут заехать жители 2 200 до надо надо еще квартал даже 2 часа 5 вырастет энергопотребление да все взаимосвязано можно даже аж вот прям вот так вот эту коммерцию продлевать и соответственно еще один вот такой вот промышленность тоже делаем 16000 же насобирали сейчас мы большой плюсик довольно таки пошли и у нас развивающийся городок у нас доступна еще одна клетка два на два вроде как мы уже две штуки можем купить новые дороги что в принципе тоже неплохо новые трубы которые тепловые но нам это не интересно у нас нет зимы короче много всяких плюшек у нас по открывалась со временем все придется ставить общественный транспорт паром пешие экскурсии трамвай такси экскурсии почтовая служба горнорудная промышленность новые политики короче да много всего у нас открылось это все очень интересно и соответственно нам дали денег что самое главное поэтому раз нам дали денег угольная электростанция еще одна штука в наш город приди и никаких просадок по электроэнергии у нас теперь нету можно кстати бюджет вернуть обратно на сто процентов вот так вот замечательно транспорт пока в этом городе смысла ставить нет никакого вообще от слова совсем пробок тут никаких нету а вот тротуар чеки которые мы вот здесь вот начали проводить прошлый раз до после дождя все опять начал опубликовать вот эти вот тротуар чеки тропиночки какие мы вот такие ставили или вот такие вот нихрена же не видно сейчас черт да вот такие вот дорожки мы ставили одинаковые в нет они вроде не одинаковые черт ладно снесись вроде вот такую тогда да это вот такая дорожка соответственно такие дорожки мы продлеваем аж до самого конца нашего вот этого замечательного райончика который пока к ней никак не называется но я почитаю ваши комментарии черт я промазал мисклик бывает вот так вот и последний вот так вот здесь я дорожки ставить смысла никого не вижу хотя можно вот тут это вот это вот как то вот все соединить давайте даже может быть кривой какой-нибудь вот так вот пускай будет здесь смысла я особо не вижу да нормально пойдет и так в нормалды слушайте нормальный район получается давайте посмотрим разметку разметка в принципе ровная получилось все нормально политики давайте посмотрим что у нас есть из политики экономия энергии экономия воды вообще с учетом того что у нас трэш угары садами я бы здесь сделал легализацию легких наркотиков легализации некоторых веществ привлечет множество туристов то потребует большего количества полицейских небольшое увеличение доходов от налогов среднее увеличение количества туристов небольшое снижение уровня преступности увеличение расходов на полицию на 15 процентов это интересно знаете что наверное мы не будем ставить легализацию легких наркотиков потому что потому что до бесплатно вайфай можно ли вставить бесплатные беспроводные точки доступа для жителей и туристов благодаря этому уменьшается количество обычной почтовой корреспонденции в районе объем обычной почтовой корреспонденции снижается на 15 процентов стоит 2 доллара здание нет мы пожалуй не будем этого делать чистые парки слушайте пока что ничего мне в голову это и не лезет это дорого 5 с каждого здания у нас здесь довольно много зданий пока не стоит хотя у нас уже доход такой знаете ли в 4000 ну и ладно краттер вокруг него можно сделать какую площадь и сделать из этого достопримечательность благо мы пережили первые первое падение метеорита да а мы тут немножко засрали реку что у нас там по клеточкам не туда что мы хотим купить мы хотим вот это купить или вот это а может быть и то и другое и можно без хлеба или вот эту может быть даже купить хрен его знает ладно чуть купим когда понадобится на данный момент не очень-то и надо давайте посмотрим что у нас по службам вообще доступно чем мы можем улучшать наш город так электростанции это все понятно есть центр переработки отходов это пока тоже не интересно поликлиника это понятно больше ничего не открылась детская больница это кстати недавно появилась по моему кстати да давайте-ка мы займемся знаете чем аварийными службами во-первых спасательную службу надо поставить аварийно-спасательная служба отправляет вертолеты и автомобили с сотрудниками для расчистки завалов и поиска выживших они занимаются устранением последствий катастроф и пожаров после того как сотрудники аварийно-спасательной службы сделать все возможное на участке его можно застраивать снова это тоже замечательно маленькое убежище вот убежище нам надо вместимость тысячи человек стоит она правда 24000 и чё-то радиус действия у него я бы сказал что прям небольшой то есть если мы его пихнем сюда в принципе из этого района некоторые не выживут хотя с другой стороны у него вместимость тысячи человека у нас в городе живет уже две тысячи человек так что по сути дела их нужно два маленьких есть еще вариант большое но она появится у нас не скоро и короткая радио мачта 10000 стоит кстати ее бы куда-нибудь пихнуть не помешало бы и давайте прямо вот на въезде в город чтобы максимум охватить как то вот вот здесь вот я хочу да вот так вот и все у нас теперь жители в случае каких-либо неприятностей будут знать о том что они будут только вроде когда сюда надо электричество подвести не проблема сейчас подведем кстати здесь можно сделать еще один квартал промышленной зоны вот так вот почему бы нет почему я сразу до этого не догадался вот так вот соответственно здесь вот так вот и тропиночки до тропиночки наши все про тропиночки нельзя забывать вот так вот пузынь черт надо ровно что здесь пикает а короче радио мачта что-то пикает но не суть важно что у тебя по электроэнергии ты ни хрена не дотягиваешься да а жаль очень жаль ладно мы поставим два заводика вот здесь авось ты дотянешься ну-ка посмотрим расскажи ко мне электричество дотянешься ты или нет это мне не надо отвяжись так с первое есть вторая есть все она подтянулась замечательно это меня безусловно радует дальше по учебе у нас открылась средняя школа то есть старшая школа и в принципе мне кажется надо ее уже куда-нибудь даже пихнуть только она падла здоровая есть вариант поменьше это у нас высшая школа высшая и старшая это наверное одно и то же высшая школа старшая школа да это одно и то же а потом у нас появится еще университет мы хотим чтобы у нас все были образованными и вот хорошее место куда ее можно пихнуть тоже она правда не весь город покрывает вот здесь вот лучше у нее будет давайте сюда и пихнем выселим людишек но пихнем как-нибудь они там заселятся я думаю это не проблема и давайте еще квартальчик даже не один даже вот так вот целиком заселим новыми людишечками кстати что у нас по школе по начальной школе начальная школа доступно мест 300 отвечающих требованиям 255 пока что справляются высшая школа 1000 мест все хорошо университет у нас уже есть студенты которые хотели бы поступить но пока что они обойдутся рано нет у нас университета в городе дети в столицу а мы пока что нихрена не столица хотя может быть скоро есть станем кто его знает у нас тут милые городочки кстати уже второй уровень потиху у них появляется но чтобы они росли надо еще повышать цены земли и соответственно строить парки кстати насчет полиции что это у нас еще есть полицейский участок и полицейский участок пока ничего отверточки кита профучилище да этот самый кампус же можно будет сделать общественный транспорт кстати говоря по поводу общественного транспорта наверное имеет смысл тоже все это дело потом куда-нибудь забубенить вот есть депо такси она падла вызывает шум но можно сделать с другой стороны имеет она смысл или нет депо такси представляет собой гараж со станции техобслуживания где автомобиль такси находится между рабочими сменами вопрос будет ли это нам приносить бабло экскурсии на воздушном шаре депо экскурсионных автобусов остановка экскурсионного автобуса и достопримечательность для пеших экскурсий куда ее можно поставить все можно поставить просто сюда но какая здесь достопримечательность хрен его знает ладно надо немножко поставить парков потому что без парков знаете ли жизнь не та надо чтоб наши людишки где-нибудь отдыхали отдых знаете такое после рабочего дня куда-нибудь сходить у нас тут здания развиваются это меня конечно несказанно радует но надо что-нибудь как-нибудь вставить и опять эти здания сносить да а что поделать приходится сносить здание давайте начнем чем-нибудь маленького японский сад смотрите шум 0 мало места занимает большая площадь охвата шикарно же давайте вот не знаю куда его пихнем вот напротив поликлиники по-моему идеальное место чтобы люди ходили и занимались там какой-нибудь йогой йогаш это японская херня правильно парк с каруселями можно всунуть как карусель она тоже мало места занимает где-нибудь вот здесь например прямо около тротуар чека около нашей тропиночки замечательно такая вот карусель и сюда будут ходить людишки и кататься на карусели правда здесь никого нету ну и ладно где наш японский сад вот наш японский сад на прошлой неделе пять посетителей люди значит ходят отдыхать там да кто то есть цветочки сакуры все дела нормально продолжает появляться потребность промышленность поэтому давайте мы ее будем утолять еще немножко тоже продлим пускай разрастается здесь у нас здания растут повышают свой уровень и здесь большие домики правильно люди умнеют теперь здесь 2 level классно классно здорово да потом когда-нибудь мы еще им транспорт сюда проведем что у нас здесь такое что тебе не нравится недостаточно покупателей товаров у тебя бедолажечка какой а может быть товары у вас говно поэтому никто ничего не покупает по пробкам кстати пока что ничего нету но если что будем потом исправлять что кстати по трафику но вот здесь вот с выезда немножко проблемы испытывают некоторые приходится на светофоре постоять но это пока что не пробка это вообще ни разу не пробка вообще может быть имеет смысл вот на этой главной магистрали на проспекте вот на этом улица прайс давайте ее в честь кого-нибудь обзовем это будет проспект знаете ли бурундуковский проспект да а почему бы и нет будет бурундуковский проспект бурундуковский проспект в четырехполосная дорога и приоритетная пускай она будет это все-таки важно я с парками пытался разобраться да у нас тут все еще продолжает быть потребность в жилье давайте в общем то это все дело тогда заселять до конца вот так вот все это заселяем со всей силой продолжаем заселяем пускай людишечки живут радуются жизни можно здесь вот так вот тоже это все дело продлить и кто-то умер кстати насчет кто-то умер до больница криохранилище и медицинская где кладбище а вот кладбище здесь я бы на самом деле хотел а крематория нас не скоро появится короче надо поставить кладбище кладбище что самое интересное если в городе находится то люди счастливы я бы не хотел жить рядом с кладбище но разработчики игры когда придумали эту механику думали немного иначе поэтому мы ставим прямо в городе и люди счастливы пускай будет в принципе она не так страшно выглядит надо добить парке чтобы все было здесь прекрасно не знаю почему но но надо какой у нас есть еще небольшой парк здесь вот такой вот нет это большой хотя не такой уж и большой тоже большая площадь давайте вот сюда всунем вот такой вот парк есть еще площадка для пикника давайте ее всунем вот здесь вот на на въезде в город где-нибудь и вроде как теперь у нас парками здесь все более менее адекватно покрыта да есть более бедные районы которые будут на отшибе но в целом все нормально насчет кстати парков в промышленных зонах вроде как они и в промышленных зонах тоже нужны поэтому наверное имеет смысл что-нибудь за сандалите сюда почему бы и нет пускай отдыхают там правда деревья будут плохие испорченные общем то поставим вот сюда один и поставим вот такой вот парк с деревьями небольшой вот сюда один и этого им должно вполне хватить пускай радуются вроде как нормально здесь у нас тоже апгрейды какие-то происходят требуется уже люди с образованием и с хорошим образованием благо такие люди у нас есть что у нас кстати по учебе расскажите мне пожалуйста еще раз высшая школа в принципе много уже людишек у нас с образованием люди хотят учиться и они молодцы университет уже готова поступать аж 500 человек нам нужен университет когда у нас следующий апдейт мне интересно расскажите мне пожалуйста 4 200 это уже надо будет строить новый район и друзья это уже будет следующей серии в этой серии мы в принципе неплохо тут и с парками постарались всякого поделали кстати у нас денег уже довольно много 108 тысяч что-то мне подсказывает что надо ставить вот это вот хреновину для того чтобы наши людишки смогли спастись опять-таки на центральном проспекте да у нас все располагается по проспекту давайте один здесь и один здесь два таких вот бомбоубежище или как она правильно называется маленькое убежище просто да в общем то если что людишки смогут туда спастись там у них будут какие-то продукты нажимаем кнопочку эвакуировать горожан в принципе по проспекту по главной дороге сюда без проблем смогут все добраться в случае какой-то катастрофы вот как то так вот такой вот у нас городочек пока что что у нас там просадки по электричеству твою мать у нас просадки по электричеству нужна еще одна электростанция вот это по пандос конечно хотя ладно пока что не надо следующей серии уже надо будет что-нибудь ставить до водички пока что у нас хватает хотя тоже уже скоро надо будет все это дело расширять может быть займемся очисткой воды а может быть и не займемся тут у нас что такое экологический водосброс снижает уровень загрязнения однако не устраняет его полностью так и на хрена тогда такой нужно водяной резервуар тоже надо будет хоть и поставить водосброс свежей воды потом как-нибудь что-нибудь замутим все друзья в общем то у меня на этом все огромное спасибо вам за просмотр пишите ваши комментарии предлагайте если еще не предложили название для района то предлагаете если вы хотите смотреть серии раньше что можете подписаться на спонсорство у нас это примерно так работает тут у нас опять-таки недостаточно покупатель товаров но сам виноват ё-моё а здесь у нас пожар кстати у нас пожарка дотягивается туда или нет пожарные пожарные должны пожарные сюда нихрена не дотягиваются вот беда ой беда то но сейчас все будет гореть не потушили пожарники приехали молодцы какие да отличные кадры отличный скриншот можно сделать только они уже успели потушить и у нас лес вокруг горит да ой беда ой беда ладно мы как-нибудь сможем это пережить в общем то друзья да я все сказал всем спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем всего доброго пока пока